Всем привет, мои хорошие! С вами Аки Эмили. И сегодня я снимаю для вас очередное новое видео. Это будет Мук Панк. Сегодня мы будем кушать очень вкусную лазанью маминого приготовления. Ссылочка будет в инфобоксе. Посмотрите, как аппетитно она выглядит. И очень классно пахнет. И еще здесь у нас маслина и помидорка. К сожалению, мама скоро уезжает. Точнее, завтра. Уезжать в деревню. Печалька. Вот что мы с вами будем кушать? Что? Особенно я не знаю. Неа 3-4. Наверное, будет фастфуд. Или блюдо моего приготовления. Вам, кстати, очень понравилось видео вчерашнее. Я просто в шоке от удержания аудитории на этом видео. То есть почти все смотрят это видео до конца. Такое у меня впервые. Это видео очень длинное само по себе. Но я тут задумываюсь. Может быть, всегда снимать для вас видео подлиннее, чем 2 видео в день. Мне, честно, как бы без разницы. Я могу и так, и так. Я просто думала, что длинные видео никто смотреть не будет. Но есть такое понятие, как Google Analytics. Или YouTube Analytics. И там все написано. То есть там цифры говорят сами за себя. Ой, да. Вот это лазанья. Вот это вкусняши, ребята. Как же вкусно. Это просто наряду с роллами. Настолько вкусно. Я здесь взяла ножик. Но чувствует мое сердце, что ножик нам не понадобится. Обязательно приготовьте. Мне кажется, с появлением моего кулинарного канала, нашего с мамой, стал намного проще. Вы знаете, что я буду кушать завтра. И как это приготовить? Я просто поделила лазанью пополам. Половина для домашних. Еще, кстати, бабушка должна сегодня приехать. Давно. Уже она у тети. Я тут быстренько снимаю для вас видео. До того, как они приедут. А то как-то некрасиво. В гости я сижу, мукбанг снимаю. Хотя не привыкли, но все равно. Мне даже родственники говорят, когда приходим к вам в гости, то Айки нету дома, то она сидит, снимает видео, то ли она монтирует. Под прошлым видео было очень много комментариев касательно моего брата, почему мы не снимаем совместные видео. На 100 тысяч давай брата гоним. К сожалению, обстоятельства не позволяют нам снимать совместные видео. Он находится в другой стране, я в другой. И даже когда мы видимся, мы видимся где-то, можно сказать, на день. И пока что, к сожалению, нет такой возможности, но когда-нибудь я вам обещаю, что я сниму с ним совместное видео. Но не в ближайшее время, это точно. Прям горячие. Помидоры какие-то, смотрите, вообще не красные. Мой брат вообще очень любит мукбанги. Одно время я вам говорила, что он даже сам пытался снимать. Ну, как бы забросила. Я вижу все эти ваши комментарии. Мне, честно, очень приятно, что вы хотите увидеть моего брата. Он достаточно нестеснительный человек, очень смешной. Умеет шутить. Когда-нибудь будем надеяться. Вот здесь один такой вопрос. Даже не вопрос, а совет. Я прислушиваюсь ко всему, что вы пишете. Айка, почему бы тебе не заказать кольцевую лампу с Алиэкспресс и освещение штатив? Два в одном. Я заказала очень классно. Самое главное, качественный. Стоит недорого 60 монат. Я вам в инстаграме показывала, что я купила штатив. Хороший, причем, штатив. И если кто не знает, посылки с Алиэкспресс не доходят. Помните, я в одном из видео вам говорила, что я даже не стала открывать спор и возвращать свои деньги. Ну, там такие проблемы и все такое. Люди на благотворительность сколько денег тратят. Но мне Алиэкспресс сам вернул деньги без спора. Я даже сама была в шоке. Я смотрю, у меня на карточке деньги. Но не та сумма, которая должна быть на карточке. Должна была быть нуль, а там не нуль. Вот. А потом до меня дошло, что оказывается, это Алиэкспресс. На самом деле, очень приятно, с одной стороны, что даже без твоего участия, если тебе не отправили посылку, и посылку отправить невозможно, вам возвращают деньги. Там просто есть такая тема время обработки заказа. Так вот, если время обработки заказа истекло, а продавец не отправил, автоматически, оказывается, тебе возвращаются твои деньги. А насчет кольцевой лампы я одно время хотела, даже выбирала. Но потом я подумала, если покупать, то покупать хорошую лампу. А хорошая лампа стоит недешево. Вот представьте такую ситуацию, я заказала, лампа пришла, ой, я заказала, лампа пришла, а она либо сломанная, либо что-то по дороге произошло. Но не работает, например, да? И как ты там докажешь, что она не работает? Открывать спор, это все возня. Тратишь нервы, время. Легче просто поехать и купить здесь. Тем более у нас не такая уж большая разница. Так, конечно, на Алиэкспрессе подешевле будет, но если брать в общем и целом, то почти одинаково. У меня, знаете, даже такое было, что я покупала штатив с Алиэкспресс, такой алюминиевый, на который сейчас снимаю. Я его покупала где-то за 20 долларов, а потом здесь увидела за 20 монат, то есть почти в два раза дешевле. Какая лазанья вкусная, ребята! Как раз мама уезжает, буду для вас снимать фастфуд, покупную еду. Обещала всем шаурму-челлендж, продолжу. к Ефси-Макдональдсам что-нибудь такое, что не снимала. Вроде бы все одно и то же. Я не знаю, что еще снимать. Микрофон всех валят. Новенький. Вот ты мой красавчик, вот ты мой зючек. Зючек, съем я тебя вместе с этой лазанью. Я тоже подумаю над тем, чтобы купить еще один такой микрофон. У меня мама говорит, ты что, с ума сошла? Я говорю, ну реально, когда тебе нужен действительно чистый звук, И вот это вот дзззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззз во влога что они живут в деревне сейчас мне кажется я понимаю почему они живут в деревне вот из-за того чтобы видео не было вот таких вот звуков вот эти супер чувствительные микрофоны которые у них есть на них слышно все горячий прям невозможно кушать настолько горячий нет все-таки возможно вкусно очень вкусно давайте немножко по отвечаю на вопросы которые вы мне задали моем инстаграме он говорила что я оставлю опросник а потом уже на протяжении наверное месяца или двух отвечаю на вопросы которые есть как раз таки вопрос чтобы не было такого что нечестно я отвечаю только на одни и те же вопросы одних и тех же людей поэтому в этот раз я отвечу на вся вот такой вот вопрос хотела бы ты поменять пол честно никогда в жизни у меня не было такой мысли что вот прикольно было бы стать парнем и настолько нравится вот эти девчачьи штучки и так далее как-то вчера с мамой разговаривали по душам и мама что-то наткнулась на какое-то видео этого влада xxl если я правильно володя володя xxl и мама я просто была в шоке честно вам такая говорит вот что плохого горит делают эти люди например геи они что делают делают для себя да да например у них не будет детей но это их выбор они делают плохо себе но не кому-то я просто была в шоке от рассуждений мамы потому что мама это все таки человек но тех времен да так скажем я думала что он если у нее спрошу как ты относишься к геям он скажет ты что с ума сошла их нужно поубивать я думаю что такое скажет но мама у меня настолько добра относится к этим людям и мама говорит что есть люди гораздо хуже например маньяки убийцы вот этих людей горит никто как бы вроде пальцем не трогает там посадили их и все а эти люди по большому счету никому ничего плохого то и не делают я так задумалась реально то есть у меня никогда не было предвзятого отношения к какой-то нации или к какой-то расе или же к таким людям например я просто немножко была в шоке от маминых высказывания мама говорит что если бы у меня был бы такой сын или дочка то я бы просто приняла поняла и поддерживала бы и все вот но к счастью у меня не было такого что я хочу поменять пол меня все устраивает и всегда устраивало мне всегда знаете нравились какие-то девчачьи штучки у меня всегда внутри была девочка мне хотелось длинные волосы платья лазанья просто просто зашевесть кстати вы сейчас читаете комментарии одна девочка я не помню вам рассказывала или нет но одна девочка под моим видео написала айка тебя не было целый день ты уходишь с ютуба я столько смеялась реально она напоминает на полном серьезе либо она просто издевалась надо мной это просто была очень удачная шутка потому что мне было настолько смешно один день не было видео точнее было просто его удалила потому что там был такой звук меня просто раздражал и пришлось удалить вот да печалька и просто настолько было приятно это что айка ты уходишь с ютуба тебя не было аж целый день да ухожу а еще я наткнулась на видео начинающий такой канал как вилкой в глаз там видео мукбанки разных мукбанкеров и просто издеваются над ними да какие-то мемы всякое такое реально очень смешно там была Наташа Боб другие зарубежные блогеры вот эта женщина которая матом ругается я такая от души смеюсь такая маме показываю я говорю мама смотри тут издеваются говорю над другими мукбанкерами и как только я преподнесла телефон к маме там началось мое видео как я говорю ой как зашел кутабик ой 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 и тут начинают надо мной издеваться смешно было до тех пор пока не стали опускать меня х honest ху 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 ху, а сцем ты existing наши собственные схемы даю одноклассники Он не очень любит, когда я про него рассказываю что-то в видео, какие-то истории и так далее. Он считает, что отец это что-то такое строгое, это что-то такое неприкосновенное. Его вмешивать в мукпанки не стоит. В какой-то степени я согласна с папочкой. Я его очень сильно люблю. Последний кусочек так доедаю прям. Обязательно приготовьте. Музыка. Музыка. Было прям нереально вкусно. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. Если оно вам понравилось, то обязательно ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Может быть для вас это мелочь, для меня безумно приятно. Я вас всех очень-очень сильно люблю. С вами Блайка Эмили. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok